Я каждый раз пугаюсь, но он так делает! Здрасте, Накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня мы с вами разберем базовый набор кистей для бровей. Ну что, поехали? Кисть номер 9. Для чего она нужна? После того, как вы прорисовали форму карандашом, вы этой кистью почищаете. Это единственная кисть, ей нет альтернативы, то есть она вам нужна точно. Далее кисти у нас уже для нанесения краски. Они бывают совершенно разные. Я вам сегодня покажу, в чем же их отличие. Первые кисти, которые я вам покажу, это короткие, точечные. Blackwood номер 1 и Face номер 4. Blackwood номер 1 я очень люблю использовать для чемпионатов, когда мне нужно сделать идеальные четкие линии. И также люблю использовать для гей-краски Elan. Как лучше всего работать этой кистью? Набираете продукт, выкладываете себе в зону брови и потом острой частью просто продвигаете краску именно к линии. И видите, как четко я могу заполнить ей контур. Такой же принцип и у кисти Face номер 4, но она более как лопатка и ей, конечно, удобнее работать, если у вас широкие брови. Вы по такому же принципу набираете и также эту краску, видите, распределяете. Обязательно, когда вы используете такие кисти, у вас острие кисти должно находиться в линии. Следующие кисти для нанесения это F19 и F20 из серии Face. F20 более длинная, F19 более короткая. Опять-таки, все зависит от ширины вашей брови. Как правильно использовать именно длинные кисти? Когда вы набираете краситель, вы его наносите очень близко к линии и начинаете придавливать просто придавливающими движениями. Очень удобно заполнять бровь, потому что это как художественная кисть. Вы можете очень-очень быстро заполнить. Также острие кисти дает возможность подобраться быстро к линии, если вам нужно где-то что-то подправить. Эту кисть я очень люблю для нанесения краски Smart Brow Tinting System, потому что она более жидкая и ее очень удобно именно поддавливать. Если вы опытный бровист, либо любите брови делать очень быстро, тогда вам точно подойдет кисточка F08 из линейки Face. Она также длинная, но более широкая. Поэтому, когда вы набираете краску, вы ее сразу набираете очень много и вы можете заполнить два раза, взяв краску, уже полностью всю бровь. Ей также можно поддавливать вот таким вот образом и также вы можете быстро нанести полностью на всю бровь. Можно с кистью поработать как с номер один, как я показывала. Вы аккуратненько видите, пододвигаете краску и у нас формируется вот такой вот бортик, который даст нам четкое окрашивание. Ну и последняя кисть, которая работает меньше всего, это скошенная. Когда вы набираете краску, вы ее себе выкладываете и дальше начинаете двигаться вот такими движениями, как прижали, отодвинули, прижали, отодвинули. Скошенный ряд волосков нам позволяет двигаться от линии вверх. После того, как мы нанесли краску, нам нужно почистить линии. Я рекомендую использовать плоский кистик. Сейчас покажу три моих любимых, а вы выберите одну, которая вам ближе. Из линейки Face это номер 10 и 9. Они отличаются тем, что номер 9, она более такая маленькая. Это хорошо подходит для тонких-тонких бровей. Также это, кстати, кисточкой можно и наносить краску. Кисть номер 10 это моя самая любимая из линейки Face, потому что вы ведете, у вас четко будет выстраивается линия. После того, как вы давили до Apex, я вам рекомендую приподнять кисточку, вытереть в сухую салфетку, чтобы она была чистая и продолжить дальше. Самое главное, когда вы используете такие кисти, не делать вот такие движения для подчищения, потому что вы растираете краску по коже, кажется, как будто бы вы вытерли, но на самом деле видите, что происходит. Она потом проникнет вам в кожу и потемнеет, и у вас не будет четко линия. И практически такая же по форме, потому что я очень люблю эту форму, но чуть-чуть короче, это Blackwood номер 3. Точно так же плоская вы выстраиваете. Когда вы работаете с плоскими кистями, и точно так же с кистями для нанесения краски, я рекомендую после каждого клиента мыть кисти, вода плюс мыло. Потому что если у вас остается краска, особенно она засыхает на кисточке, ворс будет портиться. И последняя кисть, которая вам нужна, это кисть для консилера Blackwood номер 4. Для того, чтобы вы могли нанести консилер, удобно почистить, например, зону под бровью. У меня есть синяя краска, предположим, это у нас консилер. Вы нанесли консилер, и потом вам этой кистью очень удобно, смотрите, вот таким вот образом пододвинуть прям к линии. Это тоже одна из моих любимых кисточек. Видите, четко-четко. Я даже не задеваю мою краску, хотя она у меня там есть. Теперь вы знаете, какой нужен базовый набор для бровиста. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Всем пока!